За последние несколько недель мы разобрали подавляющее количество ключевых тем, связанных с World of Warcraft в дополнении Legion. Тем не менее, все еще остаются любопытные вопросы, по которым можно пройтись, дабы фанаты этой версии клиента могли сполна и насладиться. Пока мы находимся в ожидании выхода союзных рас на проекте УВОВ, перед нами открывается достаточно большой простор по выбору доступных казуальных активностей. В сегодняшнем материале мы поговорим про 10 крайне редких верховых животных, с которыми вы можете столкнуться в ходе ваших странствий и получение которых позволит завлечь вас на некоторое количество времени. Однако прежде чем мы перейдем к этой теме, мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает самый крупный русскоязычный игровой сервер по классическому Perfect World – Comeback PV. Совсем недавно на проекте открылся новый сезонный сервер версии 1.4.6х. 1.4.6х ничем не отличается от обычного 1.4.6, за исключением того, что он является сезонным, а значит персонажи с него перенесут на основной мир через год. В течение этого промежутка времени вы сможете побороться за множество приятных призовых, среди которых больше миллиона рублей за контроли территории, и еще с десяток активностей, в ходе которых вы тоже можете поднять копейку. Правда на призовых Comeback PV не заканчивается, ведь для тех, кто не гонится за длинным рублем, здесь есть множество приятных Quality of Life улучшений, среди которых вы сможете обнаружить отлично работающий автопуть, подсветку всех существ и предметов по заданиям, а также возможность продать любой мусор прямо в инвентаре или при желании там же сложить его в банк. Кстати, для фанатов еще более гиперсоциальной версии Perfect World существует сервер версии 1.3.6, который кстати пользуется очень большой популярностью. Заинтересовались? Тогда смело переходите по моей личной ссылке в описании и регистрируйтесь, за нее и вам и мне начислят приятные бонусы. Удачи! Начать наш сегодняшний выпуск нужно с одного из самых редких верховых животных, которые доступны в мире военного ремесла. Когда-то давно на просторах классического World of Warcraft для его получения требовалось несколько сотен часов максимально однообразного убийства пары видов существ, но с приходом новых дополнений ситуация начала меняться. В Легионе получить этот вид транспорта стало достаточно легко и теперь при особым желании вы можете стать его обладателем. Речь конечно же идет про Ледопарда, который становится наградой за репутацию превознесения у фракции Укратителей Ледопардов. Обнаружить их единственного представителя можно на самом севере Зимних Ключей. Выполнив ряд вступительных заданий, вы получите возможность выполнять повторяющиеся миссии, которые доступны в безлимитном количестве. Для их завершения от вас потребуется принести несколько разных предметов, которые добываются в ходе сражения с великанами на юге или медведями со львами на северо-востоке. На текущий момент за задания дают достаточно много репутации, а поэтому в беспрерывном темпе и с минимальной конкуренцией вы можете управиться с этой задачей всего за полтора десятка часов. Главное помните, что если вы хотите приступить к прокачке этой репутации, вам необходимо перейти на сторону Альянса, ведь представителям красной фракции эти квесты недоступны. А Орда? А как же Орда? Могут написать в комментариях и некоторые активные игроки из проекта УВОВ. Да, пожалуй было бы очень несправедливо рассказать вам про знаменитых ледопардов и опустить факт того, что для второй фракции в Гневе Короля Ильча ввели аналогичное верховое животное. В качестве него выступил яда шкуры ровозавр и выглядит он честно говоря так себе. Если ледопарды обладают уникальной моделью, которой лишен любой другой транспорт в игре, то вот с Раптором дела обстоят существенно хуже. С другой стороны это лучше чем ничего, а поэтому отправляемся в кратер Унгора. Здесь нам будет необходимо отправиться на юго-восток локации, где обитает местный житель, предлагающий довольно невзрачное задание «Они так быстро растут». Его выполнение относится к категории возобновляемых, а поэтому вы можете делать его каждый день, хотя первый раз оно и может отображаться как разовый квест. Заполучив необходимое количество зубов, вы сможете получить великий подвиг и упомянутый ранее транспорт. Помните, что яда шкуры ровозавра является аналогом ледопарда для Орды, а поэтому игрокам из Альянса он будет недоступен. Более того, его получение требует очень много времени, а поэтому вам придется потратить на это несколько недель. Если Альянс может выбить все необходимые предметы в течение суток, то вот представителям красной фракции не повезло столкнуться с мерзкой системой ежедневных заданий, которая полностью уничтожает возможность быстро рожиться этим транспортом. Если вам кажется, что вы как-то уж слишком осмысленно прожигаете свою жизнь и нужно срочно спустить несколько с 8 часов в унитаз, то вы можете обратить внимание на еще один вид транспорта, который обязательно не оставит вас равнодушным. Речь, конечно же, идет про легендарного затерянного во времени протодракона, который обидает в грозовой гряде. Удивительно, но хотя его считают одним из редчайших средств передвижения, на самом деле к сегодняшнему дню на официальных серверах им может похвастаться свыше 15% пользователей. Чтобы стать его обладателем, вам необходимо скачать специальную модификацию под названием NPC Scan, которая позволит отслеживать редких животных на карте, а также покажет вам их маршрут передвижения. С помощью нее вы сможете методично путешествовать по грозовой гряде, в надежде встретить этого невероятно редкого дракона. Правда, проблема заключается не только в том, что он существует всего в одном экземпляре, но и в том, что его время воскрешения, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Разработчики не создали для него фиксированного тайминга, а лишь задали интервал, когда он может появиться. Кроме этого, неприятную проблему может составлять и то, что шанс на выпадение его поводьев не составляет 100%. Да, это не шутка. Существуют прецеденты, когда пользователи побеждают это редкое существо, но не находят в нем искомой добычи. Секрет кроется в том, что шанс составляет всего 96%, и у вас всегда есть вероятность уйти ни с чем. Сам по себе транспорт не дает каких-то уникальных подвигов, и поэтому представляет интерес исключительно для коллекционеров. Кстати, интересный факт. Этот транспорт является самым обсуждаемым за всю историю World of Warcraft, а на WoWhead комментарии под ним обходят по количеству любых конкурентов более чем в два раза. Раз уж мы говорим про дополнение Легион, то нельзя не упомянуть и еще один крайне любопытный вид транспорта, которым можно разжиться в ходе ваших путешествий по локациям катаклизма. Когда-то очень давно, во времена Burning Crusade, разработчики из Activision Blizzard были достаточно талантливы для того, чтобы создавать сложный, интересный и запоминающийся контент. К таковому можно отнести действительно культовый рейд под названием Зуламан. Разработчики не только прописали для него невероятно интересную сюжетную арку, но и создали множество очень интересных боссов, которые дополнительно получили развитие за счет введения уникальной награды Амманийского боевого медведя. Получить этот невероятно редкий транспорт могли лишь сильнейшие рейдовые группы, которые успевали сразить первых четырех боссов за отведенное время, и в итоге получить доступ к секретному ларцу с наградой. С приходом предварительного обновления для Гнева Короля Леща, Медведь был удален из игры, но позже вернулся с приходом Катаклизма и выходом обновления Возрождения Зандалари. Правда, он получил вместо невероятно привлекательной красной расцветки, более скупую розовую. С другой стороны, это не отменяет того факта, что если вы хотите получить данного медведя, вы можете отправиться в этот рейд. Учитывая, что на WoW установлено дополнение Легион, с его прохождением за необходимое время в гордом одиночестве проблем не возникнет. На прошлой неделе на этом канале было выпущено видео с разбором особенностей прокачки на дополнение Легион. Материал оказался крайне объемным, и что немаловажно, очень полезным. Ведь любой желающий пользователь получил доступ к бесценным данным, благодаря которым прокачка персонажа в первый раз в World of Warcraft должна стать существенно проще. Никто не говорит, что выпущенное видео было ультимативным, но содержащиеся в нем данные определенно имели большой вес. При разговоре о выборе катаклизма и Миссов Пандария, ключевым аргументом было наличие некоего Посейдуса. Удивительно, но в сегодняшнем видео это верховое животное тоже попало. Посейдус это речайший вид транспорта. В основе своей он представлен морским коньком, который позволяет вам передвигаться под водой со скоростью в 110%. В рамках же локации Вайширо он увеличивает вашу скорость передвижения аж до 270%. Главным же его достоинством является отсутствие привязки к персонажу, а поэтому вы при большом желании можете выбить его на своем основном герое, а затем использовать его при прокачке вторичных персонажей. Из приятного стоит отметить, что он выпадает со 100% вероятностью, а не как затерянный во времени протодракон. Более того, и если вы решите отправиться на проект УВОВ, вам нужно иметь в виду, что на обновлении 7.3.5 Посейдус начал воскресать существенно чаще. А если на более ранних версиях вам предстояло ждать этого момента почти 72 часа, то теперь всего лишь от 4 до 6. Как вы понимаете, в таких условиях обзавестись этим невероятно редким транспортом не составит большого труда, а вот пользу от его получения будет крайне тяжело переоценить. Знаете, про какой транспорт практически никто не знает в современном World of Warcraft, и только по этой причине может похвастаться меньше 3% активных пользователей? Светящийся дракон. Удивительно, но он не является каким-то чрезвычайно редким верховым животным, и стал доступен вместе с запуском дополнения Катаклизм. Разработчики добавили его в локацию Подземья, где заставили кружить его вокруг Храма Земли. Время воскрешения у него случайное, но на момент дополнения Легион всего 8 часов. Единственная проблема с его получением в актуальные времена заключалась в том, что далеко не все знали про его существование, да и место его появления сильно смешивало карты, ведь по сути своей он обитал в самой оживленной части локации. Дракон имеет весьма привлекательную расцветку, но своего обладателя никакими редкими достижениями не награждает. С другой стороны, он предоставляет вам возможность поучаствовать в уникальном сражении. Сам по себе он имеет внушительное количество здоровья, но для того, чтобы сразиться с ним, вам придется его оседлать. Единственный урон, который вы будете получать, исходит от детенышей драконов, которые периодически к нему подлетают. Он же сам никаких повреждений не наносит, и по большей части является обычной грушей для битья. Редких верховых животных можно обнаружить и в рамках дополнения Миссов Пандария. Их там на самом деле достаточно много, но действительно редкой диковинкой считается знаменитый Алани. Это имя буквально терзало большинство игроков в актуальные годы, ведь только ленивый коллекционер не мечтал о его получении. Удивительно, но самого змея видела невероятное количество игроков, ведь он абсолютно свободно перемещался по вечному цветущему долу. Но вот только для сражения с ним вам придется предварительно снять с него защитный купол. Для этого вам будет необходимо добыть специальные куски небесного хрусталя, который собирается из осколков небес. Данный предмет выпадает исключительно из редких и обычных существ в упомянутой локации с невероятно низким шансом. Добыв необходимое количество, вы сможете создать сферу, которая лишит его защиты и позволит его сразить. В качестве награды вы получите поводья рубинового облачного змея. Кстати, на УВОВ есть игроки, которые продают убийство этого дракона, за игровую валюту, а поэтому можно пойти и по существенно более простому пути. Последнее дополнение к World of Warcraft примечательно еще и тем, что разработчики периодически пытались внедрить в них казуальный контент, который на тот момент все больше выходил на первый план. Одной из их достаточно неплохих концепций стала переработка ярмарки Новолуния и интеграции ее в проект под новым видом на собственном острове. Данное событие можно застать лишь в первую неделю каждого месяца, и поэтому ее посещение считается важным занятием среди внушительной части пользователей. Однако нам она интересна не с точки зрения концепции, а с точки зрения возможности получить полностью уникальное верховое животное. Речь идет про мерцающий лунный камень. Этот предмет позволяет вам оседлать красивого пепельно-белого волка, который в точности копирует модель аналогичного транспорта орков из ранних версий классического Warcraft. Нюансов с ним целых четыре. Первая заключается в том, что водится он только на ярмарке, и на него очень большая конкуренция, а поэтому вам придется потратить очень много времени, чтобы его получить. Вторая заключается в том, что для получения этого волка вам необходимо сразить полноценного босса по имени Лунная Волчица, что вообще-то сделать в одиночку крайне затруднительно. Третья кроется в том, что это единственный транспорт в истории игры, который не засчитывается в коллекцию и не добавляется в специальную вкладку интерфейса, а остается лежать в вашем инвентаре. Тем не менее, сам по себе он весьма привлекателен и может без каких-либо ограничений выполнять функции вашего верхового животного, а поэтому нет ни единой причины, чтобы его не получать. Четвертая же построена на том, что шанс на получение составляет всего 20%. Настоящей же диковинкой в вашей коллекции может стать одно очень необычное верховое животное, введенное в дополнение в Warlords of Draenor, а вместе с приходом Танаанских джунглей. Большинство видов транспорта в этот период времени приобреталось за золото, причем значительная их часть становилась доступна за выполнение заданий в вашем гарнизоне. Однако были и действительно уникальные существа, способные удивить даже бывалых пользователей. К таковым можно отнести оскверненных вепрей, которых еще в актуальные годы мечтали приручить охотники, а теперь они стали доступны в виде транспорта. Да, в этом пункте мы обратим внимание на легендарного не по качеству, а по значению щетинистого адского вепря. Доступ к получению этой твари появляется в ходе прокачки репутации с местной фракции. Вот только после ее завершения от вас потребуют и не несколько десятков тысяч золотых, а пять тысяч когтей саблерона из племени Черного Клыка. Как вы видите, разработчики в этом дополнении всеми силами пытались придумать, чем занять игроков, а поэтому выдумали настолько гениальный способ получения транспорта. По различным оценкам, для получения столь значительного объема требуемых предметов в актуальные годы, у вас бы ушло свыше ста часов чистого игрового процесса. К счастью, на проекте УВОВ установлено дополнение Легиона, поэтому вам потребуется потратить значительно меньше времени. Так, если верить местным игрокам, а также справки с различных популярных порталов, вам потребуется около двух часов, что существенно меньше. Учитывая же, что Вепрь все равно является достаточно редким и востребованным, стоит задуматься насчет его приобретения. Венцом же сегодняшнего списка станет один из самых редких видов транспорта за всю историю World of Warcraft. Его наличие может похвастаться на столько незначительное количество игроков, что мы чаще говорим про его отсутствие в игре, чем про наличие. Речь идет про настоящую диковинку Ульдума из дополнения Катаклизм, а именно серого ездового верблюда. Сами верблюды в рамках вселенной Warcraft получились невероятно специфическими на внешность, но метод получения конкретно этого экземпляра завораживает. Вам предстоит путешествовать по Ульдуму и искать специфические редкие статуэтки в виде верблюдов. Они крайне малы по своим размерам, а поэтому их крайне тяжело обнаружить. Более того, даже если вы их найдете, в 95% случаев они будут содержать в себе бесполезную серую пыль, которую можно будет продать ближайшему торговцу. Нам нужно запастись терпением и невероятной удачей, чтобы поймать статуэтку, которая наделит нас уникальным положительным эффектом на 20 минут. Как только мы станем его обладателем, на все время его действия, нас перенесут в уникальную локацию под названием Дымящиеся озера. Именно там и пасется это чрезвычайно редкое верховое животное, которое при своей гибели предложит вам свои поводья. Сымис происходящего заключается в том, что обнаружить фигурки очень тяжело, из-за их маленького размера, а их количество в локации очень сильно лимитировано. Время же восстановления, каждый из них составляет от 24 до 48 часов, что еще больше уменьшает шанс на обнаружение нужного нам экземпляра. По статистике, в актуальные годы пользователи затрачивали около 400 игровых часов на то, чтобы получить этот действительно уникальный вид транспорта, который дополнительно наделяет нас великим подвигом и титулом «Погонщик верблюдов». Как вы можете заметить, в ожидании выхода союзных рас на проекте УВОВ действительно есть чем заняться. Особенно если вы являетесь опытным коллекционером, который стремится к получению действительно редких предметов. В сегодняшнем видео мы поговорили лишь про малую часть интересных верховых животных, которых вы можете заработать, как на упомянутом мире в рамках дополнения «Легион», так и на актуальной версии World of Warcraft, или же на классических мирах после перезапуска. Существуют ли еще какие-то редкие виды транспорта, которые достойны вашего внимания? Безусловно да, но если вы захотите дополнить этот перечень, вы можете сделать это самостоятельно. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи!